Монстр в Антарктике В июне 2016 года в сети появились снимки океанских вод Антарктики. Пользователь, выложивший их, заявил, что разглядел в глубине вод странное зеленоватое свечение. На первый взгляд ничего необычного, на изображениях виден лишь гористый остров. Но если укрупнить кадр, то в одной из темных областей можно заметить странный свет. Что это может быть? После появления снимков в интернете началась бурная дискуссия. Большинство сторонников мистики утверждали, что мы наконец заполучили доказательство существования Кракена. Оно, если перед нами действительно живое существо, то, судя по очертаниям, длина его туловища составляет не меньше 23 метров, а щупалец не меньше 88 метров. Конечно, были и более реалистичные версии. Некоторые считали, что на снимке случайно оказался один из горбатых китов. Или же, что причиной появления необычного силуэта на поверхности воды стали всего-навсего подводные скалы. Однако все это лишь догадки, ведь этот регион еще недостаточно исследован. Так что мы видим на самом деле? Возможно ли, что где-то в глубинах антарктических вод водится гигантское существо? Да подлинно это пока неизвестно. Челюсти из Мерсисайт В декабре 2010 года 36-летний Саймон Хобан разглядывал на картах Google доки в графстве Мерсисайт в Англии. Ему удалось разглядеть на одном из снимков нечто необычное. Силуэт напоминал гигантскую акулу. Но как она могла оказаться посреди доков Альберта, местной достопримечательности и места проведения многих праздников? К счастью, если это действительно была акула, едва ли она могла в то время напасть на купальщиков. Ведь температура за окном в тот зимний день была настолько низкой, что только безумец решил бы плавать в море. Но если Хобан действительно нашел в доках акулу, что за вид это мог быть? Эксперты считают, что силуэт напоминает взрослого представителя вида, известного как гигантская или исполинская акула. Удивлены, что к берегам Британии вообще заплывают такие рыбы? На самом деле, в территориальных водах этой страны водится более 20 различных видов акул, а еще 40 видов периодически навещают этот регион в поисках пищи. Лох Несское чудовище или Несси – монстр, который, согласно шотландской городской легенде, обитает в озере Лох Несс. Те, кто верит в его существование, пытаются найти доказательства уже несколько десятков лет. Естественно, для поисков Несси в ход пошли и гугл-карты. В 2014 году Питер Тейн и Энди Диксон, двое новичков в деле охоты на Несси, нашли силуэт монстра, просматривая карты на своих смартфонах. Время было самое подходящее. Никто из туристов или местных жителей не видел следа Несси вот уже 18 месяцев подряд. Все начинали думать, что чудовище, проживавшее много лет, могло умереть или покинуть озеро. Удивительно, что находку Тейна и Диксона смог обнаружить не каждый. По какой-то причине чудовище было видно на картах только у владельцев айфонов. Это возмутительно. Это несправедливо. Крабзилла. В октябре 2014 года британская газета Sunday Express опубликовала снимок огромного краба, якобы обитавшего у городка Витстейбл на юге страны. Гигант, длина тела которого составляла не меньше 15 метров, моментально получил прозвище Крабзилла, а фотография, попавшая в газету, стала вирусной и до сих пор встречается в интернете. На самом же деле, снимок появился в сети еще за год до публикации журналистами. Впервые его смогли рассмотреть пользователи интернет-сообщества под названием «Странности Витстейбла». Автор постов сообщества поначалу не утверждал, что снимки являются подлинными. Нет. О своих сомнениях в реальности Крабзиллы он сообщил и в интервью для Sunday Express. Однако через некоторое время мужчина изменил свое мнение и стал утверждать, что лично видел огромного краба у побережья родного города. Но стоит ли ему верить? Нет. Существо у Новой Зеландии. В конце 2014 года инженер по имени Пита Уайтхира нашел на побережье Новой Зеландии монстра. Тот заплыл в самую середину популярного среди местных залива Оакбэй. Никаких конкретных деталей, к сожалению, на снимках рассмотреть не получается. Существо выглядит как темная линия в воде, больше всего оно напоминает огромную змею. Но что интересно, племена Маори, населявшие эти земли в древности, о таком существе знали и даже дали ему имя – Таньюа. Достаточно странным является тот факт, что при развитой племенной мифологии Таньюа не имеет единого общепринятого описания. Более того, Маори твердо убеждены в том, что животное способно принимать тот вид, который ему нравится, либо более удобный для задуманных им дел. Например, просторы океанов Таньюа предпочитает преодолевать в образе гигантской белой акулы – кита или чудовищного осьминога. На суше же, или во внутренних водоемах, чудище приобретает облик, ближайшим аналогом которого мог бы являться динозавр. Земные Таньюа представляют собой гигантского ящера, вдоль позвоночника которого расположены острые костяные шипы. Для публикации своей находки на картах Уайт Хира выбрал самое удачное время. За неделю до этого в сети бурно обсуждали существование крабзилы, так что интерес людей к находкам на гугл-картах был уже основательно подогрят. Но заинтриговать местных жителей у инженера не вышло. Те довольно быстро провели собственное расследование и выяснили, что никакой это не змей. На снимках видна самая обычная лодка, а если она не оставляет за собой пенных следов, это тоже можно объяснить. Опытные мореходы знают, что в водах у восточного побережья Новой Зеландии часто приходится замедляться, чтобы избежать столкновения с небольшими скалами. Пенный след небольших лодок и катеров в такие моменты становится почти незаметным или исчезает вовсе. Гугл-карты позволяют наткнуться не только на странных существ и морских монстров, но и на новые виды животных, что позволяет науке двигаться вперед. Смотрите дальше и вы узнаете, как ученые обнаружили целую кучу неизвестных животных благодаря гугл-мэпс, а также увидите, на каких еще загадочных существ наткнулись пользователи сети. Новые виды На территории африканского государства Мозамбик находится гора, которая, возможно, никогда не исследовалась ни одним ученым, кроме географов-первопроходцев. Местные жители называют гору Мабу. В наши дни к ней приковано немало внимания. Но что же стало тому причиной? В 2008 году доктор Джулиан Бейлис, сотрудник Королевского ботанического сада Кью, при детальном исследовании спутниковых карт обнаружил на территории Мозамбика большой неисследованный ранее лесной массив. Он был расположен в высокогорной местности, в одной из самых слабо изученных точек Африки, где долгие годы шла гражданская война, что, как известно, не способствует исследовательской деятельности. Гора Мабу стала центром видового разнообразия для окружающей территории. Более того, на ней сформировался биоценоз с большим количеством эндемических видов, то есть не встречающихся больше нигде в мире. Из-за курьезной истории обнаружения, этот горный массив в шутку стали называть лесом Гугла. Разумеется, медлить ученым было нельзя. Команда доктора Бейлиса организовала исследовательскую экспедицию на гору, в которой приняли участие 28 биологов из Мозамбика, Великобритании, Швейцарии, Танзании и Малавии. Всего лишь за три недели команда обнаружила в лесу 125 видов птиц, в том числе исчезающие, более 250 видов бабочек, из них минимум 5 были описаны ими впервые, и множество других редких, эндемических, а то и вовсе неизвестных доселе науки видов рептилий, амфибий и растений. Кроме того, интересные находки были обнаружены и среди млекопитающих. На горе были найдены новые виды летучих мышей и грызунов. Кролик в горах Готов поспорить, что первому, кто обнаружил на гугл-картах этот объект, стало как-то не по себе. Что бы подумали вы, если бы случайно нашли в горах гигантского розового кролика? На самом деле это лишь странная достопримечательность. Огромный розовый кролик находится в горах Италии уже больше 10 лет. Гигантская плюшевая игрушка лежит на высоте 1800 метров над уровнем моря. Эта поза словно подсказывает, что кролик случайно вывалился из самолета и нашел тут приют. Правда, сегодня от милого розового кролика практически ничего не осталось, и он почти весь разложился. В принципе, этот проект так и был задуман. Кролик был набит соломой, а сверху покрыт мягкой водонепроницаемой тканью. Предполагалось, что на горах Пьемонта он пролежит не больше 20 лет и со временем станет исчезать естественным путем. Легенды о существе, похожем на Бигфута, уходят корнями в фольклор как Европы, так и Северной Америки. Удивительно, но и в других странах сохранились предания о подобных чудовищах. Страна единодушия, не правда ли? Бигфут, каким его показывают сегодня в фильмах, явился к нам из устных преданий, хорошо известных жителям Британской Колумбии, Орегона и Вашингтона. Большинство антропологов отрицают существование Бигфута, однако в 2013 году одному из пользователей Google Maps удалось получить гипотетическое подтверждение обратного. Увеличенные снимки быстро набрали популярность на Ютубе, однако к единому мнению пользователям прийти не удалось. Кто-то действительно разглядел среди редких зарослей фигуру монстра, а другие утверждали, что перед нами всего лишь ствол старого гнилого дерева. Так или иначе, никто из спорщиков не решился отправиться в этот район, чтобы проверить наверняка. Мегалодон Считается, что доисторическая акула Мегалодон вымерла примерно 2,6 миллиона лет назад. Но все ли они вымерли? Недавняя находка в интернет-картах говорит в пользу того, что одна особь все же смогла пережить изменение климата. Еще в ноябре 2017 года при изучении снимков Google Card один из пользователей обнаружил нечто похожее на очертания большой акулы. По его предположениям, размер акулы составляет около 21 метра в длину. Ученые из Университета Британской Колумбии отрицают вероятность того, что Мегалодон может жить в океане и в наши дни. Но ведь всегда есть шанс, что ученые ошибаются. Что ж, а на этом все. А вы верите, что Мегалодон может до сих пор быть жив? Пишите об этом в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр.